Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию уже предоставляются темы более сложные, более емкие, более стрессируемые, но вы уже научились с помощью своего наблюдателя воспринимать информацию спокойно, умеренно, в уравновешенном состоянии, и поэтому вы уже можете использовать любую информацию, как негативного, так и позитивного характера, в свое благо. Вы уже можете быть и в доверии, и в проницательности, что дает вам более устойчивое состояние в мире материи. Поэтому информация о клонах, о рептилоидах вас не должна пугать, а должна наоборот продвинуть к объединению всех человеческих душ. Сегодня вашему вниманию еще одна такая же щепетильная тема слияния двух миров, энергетический процесс рождения ребенка от человека и рептилоида. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Чтобы закончить разговор об энергетическом взаимодействии людей, рептилоидов и клонов, мне хотелось бы осветить еще один его аспект. Энергетический процесс рождения ребенка, родителями которого является человек и рептилоид. Как я уже говорил в одном из своих посланий, от таких смешанных браков может родиться человек, рептилоид или смешанно человек-рептилоид. И здесь все зависит от того, чья энергия победит. Если в браке с рептилоидом человек энергетически подавлен, то, скорее всего, родится чистый рептилоид. Если человек силен духом, то его энергия вытеснит низковибрационную энергию рептилоида. Если же энергии человека и рептилоида уравновешены, то рождаются полукровки. А теперь давайте подробнее рассмотрим каждый из этих трех случаев. Все вы уже знаете, что зародыш в утробе матери слышит и чувствует все, что происходит вовне. Но происходит все это на энергетическом уровне. Он улавливает вибрации психического и физического состояния своих родителей, которые являются энергетической средой его созревания. И как это не печально, но мощная, подавляющая энергия рептилоида способна вытеснить божественную частичку из души еще не родившегося ребенка. Даже если она уже спустилась в эту душу, слабая и неокрепшая, она может не выдержать столь сурового испытания на прочность и вернуться обратно домой в ожидании нового шанса воплотиться на земле в более благоприятных для нее условиях. Если же энергетика человека сильнее энергии рептилоида и имеет достаточно высокие вибрации, то зародыш, развиваясь в родных и знакомых ему энергиях, превращается в полноценного человека. Но чаще всего за душу еще не родившегося ребенка в таких смешанных семьях идет постоянная борьба, что болезненно отражается на маленьком существе, которое само еще не способно проявить свободную волю и сделать свой осознанный выбор. Иногда такая борьба приводит к весьма печальным последствиям. Плод либо погибает в утробе матери, не выдержав энергетического противостояния, либо рождается, обладая двумя душами, которые продолжают свое противостояние и после рождения. Причем все, о чем говорилось свыше, не зависит от того, кто именно вынашивает плод – человек или рептилоид, поскольку энергетически он зависит от обоих своих родителей. Почему я рассказываю вам об этом так подробно, родные мои? Мне хочется, чтобы теперь, когда вы имеете четкое представление обо всех обитателях вашей планеты, вы осознали свою ответственность перед своим будущим ребенком. Вы способны заложить в него божественную основу с каждым днем, развивая и укрепляя ее, или, поддавшись чужеродным энергиям, отдать душу своего ребенка на откуп рептилоидам. Поэтому прошу вас, любимые мои, подходите очень внимательно и осторожно к выбору отца или матери для своего ребенка. Не полагайтесь на судьбу, ослушайте свою душу и старайтесь определить вибрации человека, с которым вы собираетесь связать свою жизнь. Не надейтесь на то, что вы сможете изменить того, кто с самого начала не вызывает у вас полного доверия и уважения. Пусть браки между вами действительно свершаются на небесах в высоких божественных вибрациях любви. И я благословляю вас на это, любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Энергетический процесс рождения ребенка от человека и рептилоида». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...